За последние годы количество лиц, имеющих проблемы со зрением, существенно возросло. Причин такого положения дел немало. Бывают, конечно, случаи, когда патология врожденная. Бывают, болезни передаются по наследству. Однако не последнюю роль играет неправильный образ жизни. Одну из лидирующих позиций занимает повсеместное увлечение различного рода гаджетами. Врачи единодушны. Нагрузка, которую испытывают глаза, например, при длительном нахождении у монитора компьютера, серьезно отражается на их состоянии и может привести к необратимым последствиям. Чем меньше дети будут сидеть за техникой компьютерной, за телефонами, планшетами, компьютерами, тем лучше будет у них зрение. Можно посоветовать правильный режим дня. Режим то, что дети должны частично отдыхать, частично учиться, чтобы это было все в меру. Правильное питание, грамотное питание, где было бы содержание количества хороших омега-3 жирных кислот, которые находятся в морских сортах рыбожирных. Черника, морковка и остальные другие витамины. Существенную часть своего времени представители подрастающего поколения проводят на занятиях в школе. И здесь ребятам приходится напрягать не только мозг, но и глаза. Именно поэтому так важно соблюдать определенные правила, основные из которых, к слову, юные берестейцы знают. И хочется верить, выполняют в повседневной жизни. Я считаю, что зрение надо сохранять. Это очень важно, потому что, чтобы видеть лучше, чтобы глаза не болели, чтобы потом в старости не мучиться. Чтобы, если ты в старости уже один дома, не надо было идти к соседу и просить, чтобы он тебе газету почитал. Я знаю, что не надо долго сидеть в компьютере, телевизоре и прочем таком, что нельзя телефон, планшет подносить близко к лесу. Знаю такие способы, что надо поменьше сидеть за компьютером, нельзя близко подносить какие-то приборы, приборы, которые портят зрение глазам. Либо писать близко к глазам. За соблюдением правил тщательно следят педагоги, администрации, учреждения образования. Ради сохранения глазного и не только здоровья регулярно проводится гимнастика, подбираются необходимое освещение помещений. Комплекс специальных мер включает в себя даже выбор парт определенного цвета. Последний не должен, что называется, бить по глазам. Мы следим за посадкой детей. Каждый ребенок знает, как он должен сидеть правильно, что это ножки вместе под стулом, руки, две руки на столе, спина ровная, наклон головы 30-35 сантиметров и не ниже. На уроках мы проводим физкульт-минутки. Физкульт-минутки это и подвижные, и есть у нас специальные физкульт-минутки, упражнения, комплекс упражнений для глаз, для зрения. Дети тоже знают эти упражнения, с удовольствием их делают. Мы рекомендуем и родителям, и детям выполнять эти упражнения еще дома. И все же, как бы тщательно не оберегали зрение юных жителей области, их родители или педагоги, последнее слово, как правило, за самим подрастающим поколением. И если ребенок понимает, зачем ему менять свои привычки в части того же многочасового сидения за компьютером, то проблем, скорее всего, удастся избежать. Главное объяснить ребенку, что его здоровье зависит во многом от него самого и показать на личном примере, что ЗОЖ не просто аббревиатура, а избранный сознательно здоровый образ жизни.